ЕГЭ в 2023 году пройдет в три этапа. Первый длится до 19 апреля. В этот период 163 ученика уже сдадут экзамены. Основной с 26 мая по 1 июля и дополнительный в сентябре. В этот период можно будет пересдать математику и русский язык. Самый популярный предмет – русский язык. Потом школьники выбирают общество знания, информатику и литературу. Реже всего сдают географию, немецкий, французский и китайский языки. У нас будет на территории города открыто 28 пунктов проведения ЕГЭ. Из них 7 для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые будут тоже сдавать экзамен в особым щадящем режиме. Ребенок, который на ЕГЭ воспользовался шпаргалкой либо телефоном, теряет право на сдачу ЕГЭ в этом году. Его результаты аннуляются вне зависимости от того, насколько они были хороши. И повторить свою попытку он сможет только в 2024 году. Изменений в сдаче ЕГЭ никаких не произошло. Контрольно-измерительные мероприятия претерпели изменения в соответствии с требованиями образовательных стандартов. Минимальные баллы для поступления в высшеучебное заведение остались теми же. Во всех пунктах проведения ЕГЭ будет организовано видеонаблюдение в режиме онлайн, за исключением экзаменов для детей с ограниченными возможностями здоровья. Особый порядок для сдачи итоговой аттестации будет действовать для обучающихся из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также для учеников из иностранных образовательных организаций, которые вынуждены прервать обучение за границей. Они смогут на выбор сдавать либо ЕГЭ, либо экзамен в привычном для себя формате. Например, в устной форме в виде контрольной работы, диктанта и других формах контроля знаний. Олеся Лисюк, Валерий Бобкин, 41 канал.